ПЛЗ-83, посмотрите на неё, похоже на Акацию Гидроцефала, потому что что-то у неё вздулась башня. Это новая фугасоплюйка за Китай, на боевом рейтинге 6.3, которая составляет конкуренцию М109 и, естественно, гвоздики и Акации советским. Интересно посмотреть, как она будет играться, ведь здесь 152-мм ствол, почти нет брони и вроде как более-менее подвижный корпус, но господи, какая же огромная башня. Погнали выяснять, будет ли это главной проблемой этой самоходки или нет, или фугас отправится в цель раньше, чем противник сумеет среагировать. Так что, отправляемся. Итак, погнали, собственно, а чё, я здесь один? Понятно. Моя команда не ценит важность этой позиции. Ну что ж, с этого респауна отправляемся, у нас в районе 17 лошадей на тонну, 152-мм пушка, по-моему, близкая к Акации, но пробитие здесь, в отличие от М109, не 61, а 49 мм, да и фугас не такой мощный, 5,8 кг взрывчатки. Ну как не такой мощный, это всё ещё дофига, всё ещё, думаю, будет ваншотить, но тем не менее. Брони нет, подвижность до 56 км в час и 7 градусов наведения башни, это прям плохонько. Внутри прям, да, целый дом, 5 членов экипажа, углы вниз, минус 5 и наверх 65. Ну такое себе. Как засадная фугаса-плюйка, эта штука явно работать не будет, хотя едет вроде ничёшно. Корпус у неё очень похож на корпус от СУС-100П. И знаете, по-моему, мне не стоит ехать вперёд, но я уже всегда при... Короче, как вот просто потеряться по жизни? А, я застрял ещё здесь. Там что-то проскочило, и мне не хочется, чтобы оно сверху меня уничтожило, но кажется, теперь у меня нет вариантов, да? Я тут всё прозевал. Надо было оставаться вот на этих позициях, не выезжая вперёд, а то не хватит мне подвижности. Вон, это R3-T20 или что это такое? А, ну и, собственно, на этом-то я и умер, да? Перезарядка у нас здесь 17 секунд. Что близко к смертельно опасным показателям для нас. Ну и конец, собственно. Я знал, что я сдохну, тут ни вперёд, уже ни назад, никуда. Это называется я идиот конченный. Поехал непонятно куда и умер. Я к чему? ПЛЗ Х-83 и габаритами больше, чем М109, и перезарядкой хуже. И она всем хуже. А БР всё равно 6.3. Тут есть, конечно, ДШК, но лучше уж у меня браунинг был бы, чем ДШК в том числе. Не, мои союзники просто игнорируют, ну, правое направление. Они хотят, чтобы их объехали и убили просто. С гарантией прям. Ну, это их дело, ладно. Я не знаю, как мне найти здесь. А, нашёл. Стоит 44-ка. А, ну вот, собственно. В гусеницу попали, не убили. Ну, тут любой фугас, наверное, отскочил бы. Поглядывать бы направо, конечно. 17 секунд. Перезарядочки ждём. Вон она. Ну-ка, ещё один фугас. Во! Да, в лоб башни она всё так же будет убивать. Поэтому брони для нас существует совсем немного. Если вообще существует. Эта штука, наверное, разведывать будет всех. А, она умерла. Это этот фиат, видимо. Но мне надо оставаться здесь, не вылезая дальше. Вообще, вот здесь плохо. Меня оттуда могут прострелить. Это нехорошо. Да? Чё-то спереди едет. Назад 9 километров в час. Это не так уж и плохо. Но... Если ты выехал куда-то не туда, то ты уже проиграл. Угу. А у нас ДШК. ДШК неплохо. Ну, совершенно не имбово. Кто-то есть там. Мне бы развернуться, вот, чтобы уехать за камень в случае чего, но... Башня мало того, что огромная, так ещё и очень сильно медленная. Ну, ладно. Надеюсь, я вот так спрятаться могу. Да-да-да, вон там что-то есть. Он меня, судя по всему, ждёт. Не, не ждёт. Я не очень понимаю, он меня видит или нет. Надеюсь, что нет. Эть. Минус Т26Е5. Чё-то очень странно он себя вёл. Нюхал, нюхал. И не унюхал. Так, точка Б падает. Кто-то всё-таки просочился на её сбитие. Вот этот чувак, который в центре жужжал двигателем. ЗСУ какая-нибудь, наверное, проехала. 57-я. Диверсант. Несчастный. Ну, так много деревьев, что я ничего не вижу. В принципе, на позиции стоит всё нормально. Урон классический, пугасный. Ну, так как вряд ли она захватит точку Б. Нужно не шибко переживать по этому поводу. Будут ли приезжать сюда или нет? Здесь вот хорошая позиция для врага. Почему они не пользуются ей? Немного странно. Так-то заезжай, да и всё. А! Так врагов не осталось. Моя команда их слева всех убила. Они все с превеликим удовольствием поехали и убились как раз таки. Ха! Ничего себе. Пять минут прошло от боя, а команды противника нет как явления. Забавно. И без моей помощи ещё я только двоих вшатал. Странный какой-то бой. Чё-то я не понимаю. Его тут убили или не убили? Или он до сих пор там... Диверсант диверсирует? Диверсирует. Диверсифицирует, я бы назвал это. Эть! Ствол орудия. Ну, сойдёт. Тридцать четвёрка сюда, оказывается, вообще приехала. Нормально? Нормально. Ей кайф, судя по всему. Здесь пантера. Окей. Вот здесь враг. Господа, обратите внимание. Вон стоит тридцать четвёрка. Как бы мне по ней... Эть! Прям в комбашенку. Ну, брони не существует, господа. Броня это вымысел. Слушайте, нет, а они отресались. Наверное, шесть вражин. А наши там около респауна. И сейчас опять же можем позиции потерять. Так что мы ещё нифига не выиграли этот бой. Это же режим сражения, поэтому захватом точки мы так просто... Блин, да да, их много ещё. Я чё-то уже расслабился, а они заново всё взяли. Ну, я не против. Тридцать четвёрку мы уже покарали. Здесь можно попробовать помочь пострелять. Главное, оттуда не выхватить. Нравится, что, в принципе, довольно быстро едет. Так, самолёты похоронили друг друга. Да, здесь какой-то адский махач происходит, да? Блин. А можно пострелять туда? На! Минус Т-44-100. Это мы внизу списка, кстати, воюем. Но нам, благодаря фугасам, наплевать. Низ списка, вверх списка. Что это такое? Это всё какие-то обозначения, не касающиеся нас. Да, там что-то у них на респауне есть, но... Будем ждать, когда они подставятся. И четверых, заметьте. При неудачном-то первом респауне, когда я просто рассказывал про технику и опять, как всегда, поехал хрен пойми куда. И умер. Там авиация какая-то. Понизу летит, во. Может, с ДШК попробовать его срезать? Шансы есть, но немного, в отличие от Браунинга. Эх. И правда, немного. Ещё и лента маленькая, наверное. Ока летит куда-то. Ну пусть летит. Их ещё так-то шестеро. Только где они, эти все шестеро? Найти нереально. Попробуем сунуться ближе сюда. А, они там в низине, я понял. У меня сзади танк, кстати говоря. Судя по всему, вот здесь. Ты нормальный вообще? Акстись, демон. Что ты мне сделаешь? Да, у меня прям сзади танк. Где-то здесь, в низине, видимо, объезжает. Не знаю, что он хочет добиться. Но добьётся он только ДШК по башке. Ага. Не сказать, что у него есть что-то с подвесами. Но, честно говоря, они ему и не нужны. Он меня и так убить способен. Да, защищённость этой техники оставляет желать лучшего. Но, с другой стороны, наверное, артиллерия и не предполагает моментального наведения на цель. Много чего она, я думаю, не предполагает. Главное, что мы пока что живы остались. Отличное приближение прям в ДШК. Очень спасибо. War Thunder, так сказать, вообще не парится о мелочах типа камеры. А, да. МиГ-9 меня уничтожил. Прикольно, прикольно. А, ну, я думаю, что за это его тоже накажут. Ну, я думаю, это победа. Нормально, пять фрагов. Что-то вот зря ругаюсь я. Потому что всё равно, даже эта штука со 152-мм пушкой будет крошить черепа. Поехали в следующий бой. Посмотрим, чего мы там сумеем добиться. Так, ПЛЗ ПТЗ-товича отправляется. У них название прям ВМА, ПТЗ, ПЛЗ, ПМС для СМС. И во время СМС ПМС. Поэтому... Ого! Это не китайская машина! Это российская! Вот он. Вот он, собственно, горбушка хлеба здорового человека. А не то, что мы. Вот просто, смотрите, то же самое, что акация, просто у нас башка вспухла. Китайцы думали-думали, у них голова вспухла, и они такие, так вот как это работает! И, видимо, решили, что, наверное, у техники это работает точно так же. Ну, а я чё? А я человек простой. Я вижу пугас, лечу вперёд. Надо побороться за точку. Почему бы и нет? Я думаю, мы сейчас здесь много техники встретим. О! Бабаха! Там бабаха! Равнение на флаг! Ну и? Там он, вон он. По-моему, вон там вот он. И знаете, них... Ага. Нихтчисен. Он едет. Опачки. Хе, стоит. Акация! А? А я-то как здесь под раздачу попал? Не понял. Вот где он? Там я никого не вижу, а мне уже прилетело. Ладно, он как бы урон мне нанести не может, но 30 секунд починки забесплатно. Не понял. А! Что? Так может быть, это всё-таки дело-то вот в пуме вот здесь и в хеллкете? Ты чё, умный что ли самый? А давай не надо. Только вместе мы сильные. С ДШК объединены к победе. Ёпта. Умник на пуме. Ха! Пообъезжайте мне тут. Сойдёт. Мне нравится то, что у этой штуки есть всё-таки хоть какой-то крупнокалиберный пулемёт. Да убери ты свою... большую пушку. Так, а там я смогу его увидеть? А там акация! Там, блин... Акация! Здесь акация! Везде акация! Везде сплошные акации! Ну давайте помогать поедем тогда этой акации. Вон ещё по ТЗшкам. И ещё акация! И ещё... На! Это Фердинанд, понятно. А чё делать с Фердинандом? С ведроидом? Ведро... Оооо! Папапапапапапапапапапапапапапапапапапа! Оно умерло? Слава богу. А это? Ха! Стоит артиллерия! Смотрит на меня! Не-не-не! Блин, там... Там ведроид едет слева, да? Ведринанд. Мне ведринанда надо убить как-то. Ну, в смысле убить-то я его знаю как. Мне надо прям в рубку ему бахнуть, но... Ну, что-то ехать отказывается. А! Да? А! Да? Ёпта! Опять у меня минус... Трансмиссия. Хватит! Это терпеть. Ну, я без трансмиссии. 20 секунд починки. Стоим, пердим. Слушайте, Федя, если тут и был, то мне кажется, он уже давно кончился. Там вон стоит то, что гвоздика. Да ну что ты делаешь? Убейте кто-нибудь его. Давай. Убей. Убей на 44-ке. Как Тагилла. А ты-то как умудрился попасть сюда? Так, так он и не умудрился. Он взял и сдох после этого. Но у меня экипажа больше нет. Да ну прекратишь ты или что? Господи. Но меня не спасут, я понял. Я буду на вечном ремонте стоять. 45 секунд, ёпта, СТ. Этот израильский Шерман меня всё-таки загрыз с пятого попадания кумулятивом. Выбивал мне механика-водителя. А он пересаживался и пересаживался бесконечно. Трансмиссия словно. Но механик должен пересесть. Ну и хрен с ним. Точку мы удерживаем, это меня устраивает. Где там авиация? Я вижу только союзную. О, вот оно. Давай ДШК. Отработай по нему. Ну. Делов-то. Оказалось-то, вот оно как работает. Критические повреждения. Славянский удар. Кое-чем. Опа. Он потух. Чё-то самолёты в последнее время тухнут как не в себя. Да это мне не нравится. По-моему тут лента больше. Или я стреляю просто совсем мало. Может показалось чисто. Ну да и ладно. Нормально, три фрага настреляли. Там ещё есть. Главное их просто увидеть. А вот с этим всё совсем не так просто. Ну, трансмиссия спереди, она и локации спереди. Так что я бы на любой технике, наверное, там погиб. Таким образом. Слушайте, а тут... Тут враг. У меня союзники тут все поумирали. Вон тут тигр ездит. Все. Дружище, а у тебя всё нормально? Ты как бы посмотри по сторонам, не хочешь? Не хочешь. Удачи. Как же этому орудию наплевать? Просто на тигров, пантер. Да, вообще на всё что угодно. Чистая квинтэссенция мощи. Какой ИС-2? Вот он ИС-2. Нового поколения. ИС-2 от New Generation. Как iPhone 15. А есть 15-й iPhone? Или 14-й, по-моему, вышел сейчас? Или 15-й уже? Не слежу за этой темой. Это китайский. Это 17-й. Эй. Чё там попёрдывает? А, это ПТ-шка союзная. Ларчик-то просто открывался, да? Да, их почти, в принципе, не осталось живых, поэтому... Не, подвижность норм. Прям... Прям вообще достойно. 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 А-а-а. Где он? Вот он. На! М109 имба. Думает, он один такой на всём белом свете? Спасатель танков. Да, это я. Артиллерия способна победить. Нормально. Опять пятерых настреляли. Чё ныть. Чё ныть. Чё ныть. Хорошая техника. Сколько там написано взрывчатки в снаряде? Вообще плевать. Работает-то абсолютно одинаково и зависит по большей части от бронепробития всё это дело. А то, что у кого-то там 9 килограмм, а у нас 5,5 или сколько там, 6. Такой уж огромной разницы, честно говоря, не вижу. Ха. Идём следующий бой, прям прекрасно работает. Так, кстати, для справки на всякий случай скажу, что у этой штуки есть ещё и радиофугасы, но они занерфили в говно. Брать их не стоит, проще брать обычные фугасы и мозг себе не делать, потому что радиус срабатывания радиовзрывателя в 3 метра, это, конечно, пранк. По сути, нужно почти прямое попадание, так же, как и обычным фугасом, так что пользуйтесь ДШК. Меня тут люди пытаются заставить переучиться на то, что, вон, есть система управления огнём, выбираешь её, там, выбираешь все эти пулемёты, выбрать пулемёт, вот можно, и им управлять, но отдельно. Так это всё неудобно, честно говоря. Я привык вместе с башней всем этим вертеть. Хотя фишка классная. Можно делать это через многофункциональное меню, а можно это забиндить отдельную кнопку. Ну, у меня уже клавиатура кончилась для отдельных кнопок, чтобы выбирать пулемёт и, не крутя башней, вращать именно пулемётом, что очень удобно. Ну, опять же, это видно, да, вооружение, вот, например, выбрать пулемёт, и вот, башня не крутится, а пулемёт наводится. Не забываем, что всегда можно использовать альт и мышку, чтобы тыкать, если клавиша не забинджена. Неназначена, если по-русски. Так, я тут успел на позицию, откуда, наверное, кого-то могу прострелить. Может быть, точку С тогда попробуем защитить. Надо только, чтобы у меня орудие повернулось. Эть. Эть. Гусеница. Ясно. Он так неудачно встал здесь. Там очень много вкусного. Так, давай-ка я его лучше в ангар отправлю, я уже понял, что с сорок четвёркой не получится. Да и у меня с другой стороны танк. Когда-нибудь я развернусь. Это вот он умер. Слушайте, походу, это он погиб. Так что у меня тут целая куча союзников, которые объезжают объездунов и... Судя по всему, мне тут карт-бланш на защиту точки С выдали. Ну, а я и не против, собственно. Давайте попробуем ещё раз. Просто поаккуратней придётся вылезать. Но после таких слов обычно я умираю. Так что поаккуратней для меня не работает. Да нормально она наводится. Семь градусов, это не три градуса. Опа. Он уедет, да? Чё у нас здесь происходит? Нет здесь противника. Здрасте, ё-про СТ. Джамбо здесь ещё не хватало. А, отлично, он меня с браунинга пробил в башню под наклоном. А, так у меня скос, потому что здесь дебильный. Ну вот я и умер, собственно. Чё я там сказал, поаккуратнее? Ну как? Достаточно аккуратно. Лучше вообще рот свой замолчать. И лишний раз не отсвечивать здесь. А то превращаюсь в какую-то жижу бульонную. Кубик говняжина. О! Вот это наш клиент. Не, не попадём, пока он там далеко. Вон ещё один идёт. Нет, это не на нас. Вот этого поковыряем. А как по тебе попасть, дружище? Я понимаю, что у меня здесь, ну, параллакс на этой штуке, но в целом-то... Так, ладно, пол-лента уже отправилась. В небытие. Давайте-ка... Как по тебе попадать? Во! Так, ну лента сейчас кончится. Но, по-моему, всё-таки здесь... Размер ленты поболее, чем поменее. А размер ленты имеет значение. Нет, это без шансов, да? Ну, я тебя так отрублю, собственно. Летает он на своём тандерболте. Большом. Слушайте, а слева какая-то стрельня? Непонятная происходит по ощущениям. Союзник. Да, всё, походу. Не будет больше вражеской авиации. Хотя противников ещё очень даже много. Да, точка С падает. И всё достаточно плохо. Надо подъезжать дальше. Ну, тут прям... Врагов много, и они, наверное, везде. Тигр. Тигра мы пропускаем. И смотрим вот здесь желающих за нами подглядывать. Слушайте, а тигра, походу, мы пропустили сразу в ангар, да? Нет. Опа. Смотри, чё. Летит самоубийца. Нет, не самоубийца. Чё-то он не особо хочет самоубиваться. Ну, мне бы понравилось, если бы ты погиб. Давай, дружище, к нам обратно. Ну, это без шансов. Чё-то он не особо хочет на нас прям быковать в наглую. Точку С мы контролируем. Это, в принципе, главное. Тигр вот туда куда-то стреляет. Меня вот это очень сильно волнует, потому что я там никого не вижу. Но, судя по всему, кто-то есть. Во-во-во-во-во-во. Где там эта штука стоит? Я его хрен знаю. Где-то там Скорпион. Или что-то такое. Здесь я тоже никого не вижу. Этот всё ещё летает, негодяй. Его 335-й гоняет Дорнье. Смешно. Видимо, совсем спереди, что ли, этот М56-й. Иначе, почему я ещё жив? Неясно немножечко. Мне бы ленту поменять на пулемёт. Потому что это совсем скромное. Где-то вот прям там он, судя по всему, стоит. Я могу с пользой поменять ленту на пулемёт, мне кажется. Проведив вот эти кусты и прочую фигню. Чтобы лучше видеть, что же здесь происходит. Точку Ц нашей забрали. Молодцы. Не знаю, где М56. Проскочим дальше. Чуть-чуть поближе к своим союзникам. А Тигр походу возвращает... Опа! Ублюдок найден. Осталось только понять, сколько же там дистанции. 900. Понятно. Пока я тут целился. Меня с другой стороны оприходовали. Чё сказать. Пойдём-ка... Подстрахуем команду. На Гонконге. Я с этой штуки вообще стрелять не умею. Но вообще прикольная тема. Потому что здесь у нас две 37-мм пушки. Даже с каким-то там пробитием. Очень плохо отыграл я в этот раз на... ПГЗ-хе или как она там. Ну, по-другому, честно говоря, оно не особо-то работало. Как бы они нас просто переиграли, встав где-то вон там слева. Блин, я не вижу этого М56-го. Вот, по нему летит. По королевскому тигру. Откуда, блин, он стреляет? Я не знаю. Он всю игру стреляет непонятно откуда. А-а, да? Больше надо упреждения, что ли? Сколько бы тебе надо упреждения взять? Понятно. А почему я умер за зданием, когда бомба, собственно, взорвалась? Да потому что в этой игре здания не работают как укрытие. Я понял. Ладно, идём в следующий бой. Так, отправляемся в следующий бой. Восточная Европа. Я даже не знаю, что мне здесь делать. Я попробую, наверное, куда-нибудь заскочить сверху, пострелять от мельницы. Идея безумно тупая, потому что, несмотря на то, что баллистика съедобная, всё-таки я на артиллерии с перезарядкой в 17 секунд. Причём не просто на артиллерии, а на огромной, блин, артиллерии. Но я хочу попробовать по кому-нибудь всандалить вот туда. Они же стопудово поедут. Ну вот они и едут, собственно. Да. Я думаю, здесь, в принципе, без шансов, да? Этот Хелкот оказался проворнее, чем я ожидал. Так что тут никаких шансов не будет. Ладно, сейчас там что-то более медленное должно появиться. Узнать бы, сколько там дистанция. Вот едет Шерман. Эть! А чё? А как? А как я об этом взорвался? Там больше километра. Они переработали эту карту так, чтобы нельзя было стрелять здесь, да? Понял, чтобы все ехали в город. Это довольно правильное решение. Да! Чё сказать, короче. Поехали в город. Всё, постреляли. Хватит. Оба раза куда-то, хрен пойми куда. Первый раз оно почему-то взорвалось в воздухе. Второй раз в тиграх. Сойдёт. Ладно, они в любом случае, скорее всего, будут нападать на точку А. Режим сражения будет долгим. Так, а кого здесь уничтожили? Это Ягдпантера умерла? А я оттуда, что ли, застрелил этот, М-18-ый? Короче, ладно. А-а-а-а. Вон оно как. Мне спешить тогда вообще некуда. Левенджера зенитка шатает. Давайте, знаете, что сделаем? Вот это вот всё сломаем. Что бы оно нам не мешало. Тогда лучше стоять, смотреть вот сюда, наверное. Да, они тут могут быть в городских условиях. Уже у нас. В упоре. Ломаем всё это. И ждём целей. Да, у меня союзники здесь уже умирают. С той стороны я очень надеюсь, они меня прикроют. А вот с этой стороны будем ждать. Потому что весь центр города мы отдали. Вся команда. Почему не стою здесь? Объясняю. Там прострел отсюда есть, отсюда и отсюда. Лучше я буду за зданием слушать. Желающих приехать на точку А. Тем более дополнительных прострелов. Мне это особо не открывает никаких. Вон уже где техника. Да-да-да. Если уж очень хочется, можно вот высунулся, посмотрел налево. Здесь посмотрел. А после этого вот так уже высунулся. Да, там вот я союзников по итогу вижу. Поэтому просто стоим, ждём врага. А они, судя по всему, прям скоро уже заедут. Потому что все мои тут поумирали. Союзники. Где-то там ещё зенитка. Авиация летит. Пока мы в относительной безопасности. По самолётам бы пострелять. Чё-то не туда пошёл. А этот где? Только что видел. Опа, ладно. Это наш клиент. Иди сюда, негодяй. Попадание. А ты кто такой? О, самолёт сбит. Хах. А поэтому почему не попал? Странная какая-то тема. О, приехали. Слышу, подъезжают. И прям много. Здравствуйте, Дастер. Хватит мешаться. Вот и всё. Теперь мы на передовой. Вот это я зря сделал. Я просто дал знать, где я нахожусь. О, самолёт сбит. Кайф. Э! Э! И он уехал. Вот негодяй. А как бы мне... А, понятно. Разумеется, он меня расселил. Он меня ждал. Ладно, его убили за это. Только я остался без пулемёта. Короче, я косячник. С пулемёта, когда он подъехал стрелять, не надо было. А теперь мне и нечем уже стрелять. Лафа кончилась. Ну, два самолёта мы успели сбить. Хех. Уже неплохо. А чё тогда ждать? Поехали умирать. У меня, если чё, есть дублёр. Я хоть опять с пулемётом резнусь. Да, передо мной есть танк вот здесь. Где ты конкретно? Вот ты конкретно. Здравствуйте, М-36. Это вам. Они вон с той стороны города пытаются ломиться. Перезарядка без экипажа, конечно, не быстрая. Ну и я как-то не водитель. Честно говоря, Феррари. Не опоздаем. Почти. Немножко не хватило. Был бы пулемёт, ох, я бы с ним. Сотворил много нехорошего. Пулемёт, конечно, немного своеобразно расположен. Вот этот. У него есть небольшой параллакс из-за этого. Ну, в целом плевать. О-о-о-о, вот они. Вкусняхи. Первый пошёл. Второй меня сейчас убьёт. У меня перезарядка долгая. Я не знаю, с какой стороны он поедет. Вот с этой, да? Давай, дави на газ, как никогда не жало. Валим. Ага, ясно. Кто бы сомневался-то. Здравствуй. Ха-ха. Переиграл прям перед смертью. Этот пока думал, стрелять по мне из пулемёта или не стрелять. В общем, друга ты своего подставил, конечно, дядя. Чё-то у меня команда как-то это. Позаканчивалась прям неплохо так. Ладно. Четверых мы бахнули и два самолёта. Хорошая самоходка, мне нравится. Определённо много может. Союзники опять летят. Чё-то союзники всё летят-летят и кончаются, и кончаются, и кончаются. Нам бы на защиту точки как-то добраться. Ну, что-то мне подсказывает, что не особо-то у нас оно... Получается. Сковорода стоит. Я тогда прям сюда. Вернусь почти что там, где был. Да-да-да-да-да-да-да-да. Там какой-то Шерман попукивает. Плохая позиция, лучше слушать. У меня от команды осталось два человека. Остальные все на авиации. Как бы они нас тут не объехали. Вон он. Стоит, смотрит. Это была... Капитальная ошибка, на самом-то деле. Да, собственно, и... Стой, жди. Опа. А вот это прям плохо. А-а-а. Я тут... Конечно, я тут и могу как-то простреливать, но... Совсем оно кисло получается. Блин, их там... Ну, их там многовато. Для того, чтобы я с ними справился со своей перезарядкой. Да-да-да, они еще только верх башни будут показывать, куда я как раз-таки их убить не могу. И там он едет, объездун. И здесь у меня ждет... Человечек. Не-не-не-не. Да бляха-муха. Ну, тут их просто слишком много, а команды слишком мало. Я бы сказал, ее здесь просто нет теперь. Ну, давайте мустанг возьмем. Толку-то от этого все равно уж не победим. Но можно еще попытаться что-то... Сообразить. А он топовый или стоковый у меня этот мустанг? Интересно. Бомба на нем сейчас по одной уходит или так же по две, как и до этого? Пока точку не захватили, можно побарахтаться на самом деле. Ну, тут меня зажали. Слишком близко подъехал. Если бы не этот отвратительный выстрел по израильскому Шерману... Да ничего бы не изменилось. Их все равно там было четыре человека. С каждой стороны. И слева, и справа, и везде. Авиации я у них особо не вижу. Так. Давай точку надо скидывать. Не, обе сразу уходят. Плохо. О-о-о-о! О-о-о-о! Ладно, это не так плохо, как я думал. Все-таки очень хорошо попал. И две бомбы мне принесли много-много фрагов. Так, этого зажжем. Чтобы не мешал союзникам. Но... Каким союзникам? Союзников-то нет. Если бы они оставались, но их нет, блин. А это кто? Это что-то с открытой рубкой, да? Надо съедать. Да оно не съедается что-то. Рубка-то ему, конечно, расселилась. Но на этом-то и все, собственно. У них еще и зенитка здесь вон стоит. Просто ждет момента, когда же мне впаять. Так, кого-то убили. М-36 на захватик. Хлопнули. Этого тоже хлопнули. Слушайте, пойди что ли убиться об зенитку и брать ИС-2? Наверное, да. А урон по нему будет сегодня проходить? Ура! Сложно в это поверить. И по итогу он меня зацепил. А как? Так, понял. Это надо сжирать. Не знаю, что это такое. Я уже там едва лечу. Но надо съедать, что дают. Ой, этого рванули прям в бомбу. Классно. Блин, тут вон зенитка эта. Так, еще одну зенитку отправляю в ангар. Просто количество техники ему уменьшаем. Так, а этого я смогу проатаковать? Так, а я и тандерболта смогу проатаковать? Зажег его. Кайф. Блин, нас точка падает. Господа, посторонись. Побыстрей. Делайте что-нибудь. Где наземка? Я пятерых уничтожил и еще поучаствовал в трех килограммах. А, понятно почему. У нас вон чувак зато объехал их всех. Молодец. Придумал. Да нет, это все. Команды все-таки слишком нет. А, это у меня ранний ясян. У меня что-то даже пулемета нет. О чем речь вообще тогда? Обидно. Девятерых уничтожили. Самолеты сбитые. Помощи какие-то. Но... Он просто сквозь струю пролетел, и по нему ничего не попало по итогу. Не нравится мне этот звук бомбы. Он на пишутере просто так летает. Кайфа ради, судя по всему. Ну... Мы пытались, по крайней мере. Бой был довольно интересным. Слушайте, ну, на самом деле, вот эта вот китайская штука... О, я что-то еще и исследовал. Вот эта вот китайская штука вполне себе интересная. Почему бы и нет? Для боевого рейтинга 6.3 это хорошая артиллерия. Лучше ли она, чем Акация или чем М109? Нет, конечно. Но в целом она и не сильно-то хуже. Как по мне. Крупнокалиберный пулемет? Есть. Орудие? Есть. Все остальное прям, по сути, аналогично. Поэтому, если будете качать Китай, то в сетап добавляйте ее, явно не пожалеете. Ну, а на этом на сегодня все. Надеюсь, было интересно узнать про такую вот необычную новинку. И до завтра. Всем удачи. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok